Приветствую всех на канале Мираферд, меня зовут Ольга И у нас сегодня с вами видео о том, какие добавки принимаю я и члены моей семьи для того, чтобы поддержать свой иммунитет во время эпидемии коронавируса Но прежде чем перейти к добавкам, я хочу сказать, что с моей точки зрения и я в этом полностью соглашусь с доктором Комаровским что иммунитет в первую очередь зависит не от добавок а от того, насколько вы хорошо и правильно питаетесь и от вашей возможности гулять на свежем воздухе, дышать свежим воздухом от вашей физической активности, потому что если вы ляжете на диване сложите ручки и приготовитесь помирать, зная, что вокруг бушует коронавирус то никакие добавки вашим иммунитет не подымут а при этом будете жевать чипсы, булки и тому подобную не очень полезную здоровую еду я не говорю, что от нее надо отказаться вообще всем людям и я тоже иногда ем что-то не очень полезное но основной процент моей пищи это все-таки, ну я стараюсь придерживаться каких-то побольше овощей, да, там поменьше хлебобулочных изделий хотя не всегда, к сожалению, дается тоже что добавкам в этом плане нужно уделять не самое большое внимание сейчас у большинства из нас, к сожалению, ограничена возможность где-то двигаться, гулять на свежем воздухе но тем не менее, даже дома, я считаю, можно устроить себе небольшой спортзал даже никакого инвентаря дополнительного не нужно можно работать со своим собственным весом да, это элементарные приседания, какие-нибудь выпады трудно, конечно, кардионагрузку хотя если вы будете быстро приседать достаточно то будет и кардионагрузка это свежий воздух сейчас я не знаю, как у вас там отключают, отопление нет у меня в квартире есть возможность перекрыть отопление то есть я совершенно сознательно у меня перекрыто отопление во всех комнатах несмотря на то, что на улице достаточно прохладно часто очень проветриваем, спим полностью со всеми открытыми окнами чтобы был приток свежего воздуха достаточно часто провожу дома влажную уборку и если есть еще возможность увлажнять воздух то и вы при работающих батареях чувствуете, что сухой воздух да, я считаю, его обязательно нужно увлажнять если нет возможности купить увлажнитель просто развесьте какие-то махровые полотенца то, что долго сохнет потому что от этого очень сильно зависит местный так называемый иммунитет и вот в дополнение ко всему вышесказанному для того, чтобы поддержать свой иммунитет вы можете еще принимать какие-либо добавки еще раз повторюсь я абсолютно уверена, что принимать добавки не выполняя предыдущих пунктов на 80% лишено какого бы то ни было смысла полностью то есть если вы лежите на диване смотрите целый день сериалы жуете чипсы, булки, тортики и пьете рыбий жир это вас не спасет мягко говоря я надеюсь, что вы отнесетесь правильно к этому услышанному и сделаете абсолютно правильные выводы теперь, что касается добавок я, моя семья, мы на постоянной основе принимаем омега-3 жирные кислоты но, кстати, в последнее время задумываюсь о том, что мы сейчас допьем то, что у нас есть и сделаем небольшой перерыв потому, что месяц два от омега-3 на данный момент я и мой муж принимаем вот такую вот добавку по одной капсуле в день и дети принимают вот такую вот омега-3 тоже по одной капсуле в день дети у меня достаточно взрослые могут без проблем проглотить капсулы поэтому омега-3 вы можете легко заменить их любой другой омега потому, что вот этой очень часто на сайте нету в наличии на iFarm ее приходится, так сказать, отлавливать это чаще бывает если вы взрослый человек то, в принципе, можете легко и вот этой обойтись просто у вас будет дозировка да, там, две капсулы в день поэтому омега-3 обязательно далее, мы в течение зимы, там, в феврале месяце пили витаминные комплексы но, в связи, опять же, с этой эпидемиологической обстановкой я решила еще на месяц продлить прием мультивитамина всей моей семье в итоге я принимаю вот такой вот комплекс отличный считаю его одним из лучших да, он на данный момент совсем, мягко говоря, недешев на сайте я не знаю, что с этим делать, честно этот курс доллара, он меня, честно ну, тоже абсолютно не радует в зависимости от курса доллара растет и цена на эти добавки обратите свое внимание она в долларах не растет то есть для американцев, канадцев, да которые покупают добавки эти долларов для них цена осталась такой же для нас с вами она растет просто потому, что курс доллара растет что мы можем с этим сделать? ничего то есть, либо искать более дешевые варианты к покупке либо покупать вот такое я считаю, что эти витамины очень хорошие и очень жаль, что сейчас еще очень многих людей, да, я знаю начинаются проблемы с работой, с деньгами люди стараются как-то сэкономить потому, что буквально не знают, что будет завтра у меня как бы, слава богу, другая ситуация у меня более-менее, вот у мужа у меня стабильный доход и 100% он не прекратится этот доход, даже если он там будет болеть, не дай бог вот поэтому мне может быть в этом плане проще но я вам показываю то, что вот пью я на данный момент хотя очень грустно понимать, что возможности приобрести эти витамины у очень многих людей сейчас возможно и не будет витамины натуральные, не синтетические с этим тоже связана их такая достаточно высокая цена но повторюсь, действительно эффективные и очень качественные я уже пью вторую банку и заказала их повторно просто потому, что от приема в течение первой банки я действительно заметила на себе их эффект тут 60 штук и на два месяца приема их хватит то есть по одной капсуле в день так, давайте уже тогда с собой полностью закончу смотрите, в этих витаминах, все мы знаем, что очень цинк поддерживает иммунитет и в этих витаминах цинк достаточно небольшого количества на одну таблетку поэтому я дополнительно, именно только в период вот этой эпидемии я стала принимать вот такой вот пиколина цинк от компании Солгар в обычной жизни я его не пью то есть это действительно добавка во время эпидемии хотя честно, положа руку на сердце я не очень сильно боюсь заболеть коронавирусом потому что я понимаю, что до момента введения вакцины у нас у всех абсолютно есть шансы на заболеть и возможно, чем быстрее это случится тем быстрее я выработаю иммунитет и буду уже спокойно жить а может быть я уже его и бессимптомно перенесла честно говоря, не знаю но цинк вот такой вот пью то есть добавка опять же, на сайте сейчас очень большие трудности с покупкой цинка его нету в наличии, люди очень быстро его разбирают однако, я все-таки советую вам периодически заходить на сайт вводить в строке поиска пиколина цинка и смотреть потому что периодически бывают такие чудеса его какой-то определенных брендов какое-то количество появляется и его очень быстро разбирают мне так повезло купить тоже несколько баночек я показывала в предыдущей распаковке своей мы его сейчас не пьем, поэтому я вам его не показываю вот, я ссылку на это видео оставлю но определенный смысл заходить и периодически проверять вот так, реально, а вдруг есть абсолютно точно и цинк, и витамин С так, что я еще пью в дополнение к этому я пью вот такую вот капсулу витамина D3 смотрите, здесь банк, опять же, от Салгар банка 1000 единиц 1000 единиц витамина D есть в этой капсуле и 1000 здесь то есть, хватает да, опять же, комбинируем мне нравится витамин D покупать именно такими небольшими дозировками у меня есть на 1000 единиц вот эта банка есть банка на 400 единиц как бы более детская дозировка еще планирую приобрести на 2000 единиц да, и в тот момент, когда я допью, допустим, этот комплекс я могу смело пить тот комплекс, который там с двумя тысячами то есть, я могу просто комбинировать ту дозировку, которая мне нужна потому что я считаю, что в основной массе людей без сдачи определенного анализа на витамин D нет смысла принимать витамин D по 5000 единиц для очень многих людей это может быть много если вам больше 60 лет то, в принципе, это нормально я считаю, что после 60 витамин D в таких дозировках можно принимать и без анализов но если вам от 20 до 40 лет то принимать 5000 единиц без сдачи анализа не очень разумно потому что может быть большая тоже передозировка это тоже не очень хорошо профилактическая доза есть, что для взрослого человека в зимний период 2000 единиц и нормально поэтому, повторюсь, мне удобно комбинировать я могу взять одну капсулу чтобы 3000 единиц получить могу взять 3 таких выпить могу взять капсулу 2000 единиц могу там 400 добавить проще поэтому я всегда имею несколько банок витамина D с разной дозировкой поэтому сейчас пью одну такую капсулу и пью одну капсулу вот такого коэнзима Q10 здесь 60 микрограмм опять же почему 60? многие покупают на 100 микрограмм но я считаю, что 100 это уже люди с какими-то проблемами и патологиями сердечно-сосудистой системы у меня таких проблем нет во всяком случае хочется на это надеяться но просто я по своему общему состоянию чувствую себя хорошо поэтому делаю вывод, что проблем нет если будут какие-то, возможно, подозрения я пройду обследование и повышу дозировку пока не вижу смысла это, в общем-то, все мои добавки на день это немного вы можете высыпать вам сюда показать вот эту свою утреннюю дозу то есть выглядит это вот таким вот образом я вам сейчас вам покажу то есть вот все, что я пью с утра и больше в течение дня я не пью абсолютно покатилась абсолютно ничего вот все, в общем-то, мои добавки теперь перейдем к тому, что пьет мой муж мой муж пьет с утра вот такую вот опять же одну омегу-3 вместе со мной мой муж пьет вот такой вот комплекс на данный момент просто от саппорт я ему тоже заказала вот витамины комплексы из этой же серии но ориентированы больше на мужчин из-за того, что смотрите, здесь есть витамин В6 и здесь есть витамин В6 и в обоих комплексах он в достаточно большом количестве будет действительно передозировка то есть надо допить сначала этот комплекс уже переходить там потом к витаминам и здесь есть хорошие дозировки цинка в этом комплексе опять же, поэтому он цинк дополнительно не пьет так вот пьет мой муж и что, и пьет он еще две капсулы вот такого витамина Д потому что ни здесь, ни здесь витамина Д нету поэтому он пьет 2000 единиц витамина Д в день и еще вот, да, куинзинку 10 тоже одну капсулу пьет все, точно так же он с утра выпивает этот набор и после обеда он пьет еще две вот такие капсулы то четыре в день нужно все, вот все его на самом деле добавки тоже не считаю, что это слишком много что пьют мои дети? дети пьют на данный момент опять же повторюсь вот такую омегу заказала, опять же чудом вот такой вот пиколина цинка здесь он в дозировке 15 микрограмм на капсулу капсулы очень маленькие, небольшие их удобно принимать вот так вот выглядит 15 микрограмм это детская дозировка детская дозировка, наверное начиная лет с 8 и я думаю, что лет до 14-15 точно и вот такой вот опять же витаминный комплекс здесь нужно 4 капсулы в день принимать и они пьют по 2 каждое потому что я считаю, что 4 это взрослая дозировка я так часто говорю слово дозировка в своих видео потому что действительно это очень важно следить, чтобы нигде не было превышение суточных норм я не считаю, что слишком много это просто тоже очень хорошо и после обеда дети пьют у меня вот такой вот комплекс на данный момент это кальций, магний и витамин D поэтому смотрите дополнительно вот витамин D у них есть вот в этом комплексе есть здесь поэтому дополнительно никакого витамина D они не принимают я купила для них тоже витамин D от Салгар 400 единиц но на данный момент я его убрала там подальше в шкаф потому что ну он просто не нужен вот считаю вот для детей один из самых лучших вариантов кальций, магний, цинк витамин D особенно в период роста для поддержки и мышц и суставов и костей и зубов и нервной системы потому что магний для нее тоже очень важен классный комплекс все минералы в легко доступной форме для организма отлично усваиваются повторюсь что считаю его одним из самых лучших заказываю на постоянной основе ну несколько раз в год курсами они пропивают все сейчас вот это пьют и будет перерыв вот в общем то все мои наши добавки я призываю вас относиться разумно к их подбору к их выбору не надо стремиться потому что у меня когда я только познакомилась с сайтом iHerb у меня было такое стремление купить всего и побольше такое ощущение было что я если честно открыла секрет вечной молодости и здоровья мне казалось что я сейчас выпью вот такую прямо горсть утром обед и вечером все буду жить вечно и болеть перестану через некоторое время этот ажиотаж прошел надо подходить к выбору добавок действительно осознанно по большей по большей части из этих добавок я настоятельно советую советоваться с лечащими врачами хотя к сожалению очень часто сталкиваюсь тем что они бывают некомпетентны того что касается биологически активных добавок к пище к моему огромному сожалению поэтому приходится включать свой мозг самой читать изучать какие-то материалы вот и еще также призываю вас быть более аккуратными с приемом каких-то лекарственных препаратов в частности антибиотиков потому что все чаще сталкиваюсь с тем что врачи перепуганные особенно в данный момент с этим коронавирусом они бедные сами не знают чем это лечить и когда к ним приходит человек с температурой и кашлем такой ужас у них на лице написан и выписывается все подряд и противовирусные и антибиотики и алоэ и имбирь и мед и сода честно жалко врачей потому что действительно у них очень ответственная работа и они именно под угрозой сейчас всех инфекций находятся и прописывают из-за своей беспомощности и незнания какого-то ну все подряд действительно и когда говорится о том что попить антибиотики для профилактики это действительно грустно нельзя пить антибиотики для профилактики антибиотики тот момент когда есть уже действительно проблема для того чтобы ее решить потому что очень большая вероятность того что если вы попьете их для профилактики а через два дня столкнетесь с этой проблему а очень вероятно что Вы с ней все равно столкнетесь waronteبدente уже не помогут это тогда действительно врачи не будут знать, что с вами действительно делать. И недавно смотрел опять же ролик врача Комаровского, он там сказал одну очень фразу, которая мне понравилась, с которой я полностью согласна, о том, что врачам гораздо проще лечить того больного, который еще не леченый. А когда привозят больного уже на госпитализацию, спрашивают, чем вы лечились, и он перечисляет уже 10 групп антибиотиков, которые он сам для профилактики дома попил, тот шансов, что у такого больного все кончится плохо, гораздо больше. Не занимайтесь, пожалуйста, самолечением, советуйтесь со специалистами, по возможности с компетентными. Спасибо вам большое за внимание, пишите комментарии под видео, задавайте вопросы. Всем пока, до новых встреч!